Доброе утро, дорогие друзья! Наш округ включен в третий этап отключения аналогового телевещания. 20 обязательных общедоступных телеканалов запланированы на 3 июня 2019 года. Сегодня это дата, о которой так долго говорили, настала. И за комментариями мы обратились к первому заместителю, директора департамента информационных технологий и цифрового развития ЮГРЫ, Юрий Таргашин. Доброе утро, Юрий Ильич. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Давайте вот прямо с предыстории. Начнем в связи с чем вообще этот переход произошел, чем он был обусловлен? Ну, как и все страны в мире, наша страна также двигается вперед. Информационные технологии являются важной составляющей нашей жизни. И базовая основа – это, конечно, цифры, цифровое преобразование сигнала. Раньше сигнал передавался в аналоговом виде. Это занимало большую полосу частот. Частотный ресурс – это также богатство наряду с нефтью, с лесами, недрами страны. Поэтому это тоже интеллектуальная составляющая, интеллектуальный ресурс государства. То есть, это своего рода сейчас будет экономия? Да, раньше на одном канале вещалась одна программа, сейчас на одном канале телевизионном вещается 10 программ. Первый мультиплекс – это 10 программ, это одна частота. И второй канал аналоговый был раньше. И на нем сейчас еще 10 телевизионных программ, на двух аналоговых каналах уместилась. Вот это основное. То есть, освободившиеся частоты, они пойдут на развитие других направлений радиотехнической промышленности. Ну вот, коротко так. Ну что ж, хорошо. А как определить, какое телевидение у вас дома? Вот сегодня, у меня просто не было возможности включить телевизор, чтобы понять, у меня тоже что-то отключилось, или что-то исчезло из моего телевизора? Ну, исчезнет буковка А, значит... А если с ним и получается кнопка, например, третья, пятая, они будут... Вот такое серое рябик? Нет, по этим каналам будет идти заставка в течение недели, как минимум, о том, что отключается аналоговое телевизионное вещание, и будет осуществлен переход на цифровой сигнал. Обращаться по такому-то номеру, федеральный номер будет указан. И, ну, все это знают, мы уже говорили о том, что региональный наш номер 8800-101-301, региональная линия, кроме этого, в каждом муниципальном образовании у нас есть также контактные телефоны, люди, которые занимаются непосредственно организацией перехода на цифровое телевидение или отключение аналогового. Вот вы сейчас говорите, это волонтеры. Нет, я это говорю ответственные. Или специалисты радиотехнической связи. Это сотрудники муниципальных образований, отделов связи, управления связи, где у кого как называется. Но это люди, которые непосредственно организуют работу в муниципальных образованиях. Они привлекают волонтеров для того, чтобы прийти по заявке к гражданам, которые не могут сами самостоятельно настроить телевизионные приставки. Ну, например, да, у нас с техническими видами вообще проблемы, с точными науками. И осуществить перенастройку каналов. Поэтому мы рекомендуем всем жителям сейчас, вот уже обращаясь ко всем, у нас где-то 1300 человек, которые смотрят сейчас аналог. Запас приставок телевизионных цифрового формата у нас превосходит эту цифру, но мы с запасом взяли. Поэтому, конечно, обращаемся, вот за эту неделю все должны приобрести, те, кто не приобрел цифровые приставки, и подключить их к своим аналоговым телевизорам. У кого-то есть другой вариант, купить просто телевизор, там все уже есть. Новее. А вот смотрите, с какого года выпуска должен быть телевизор, о котором не нужно переживать и понимать, что только войти в настройки достаточно для того, чтобы смотреть цифровое телевизор. С 2012 года у нас в торговых сетях реализуются телевизоры, в которых встроенный декодер. Вот какое буквенное обозначение, какое должно быть, чтобы посмотреть в характерах и параметрах и характеристиках? Они все адаптированы, вот великое множество этих декодеров, более там 6000 разновидностей. И, ну, самое простое, это до 1000 рублей, 990 в почтовых отделениях связи реализуется, все муниципалитеты об этом оповещены, они мониторят, ну, ответственные сотрудники, о которых я упоминал. Это вы сейчас говорите, о цене чего? Это телевизионная приставка. Приставка. Это небольшое. 1990 рублей? Нет, 990. А, 990 рублей. Около 1000 рублей. Около 1000 рублей, то есть не дороже. Нет, вот, если там неустойчивый сигнал на предыдущую антенну или раньше, ну, аналог чем отличается от цифры? Тем, что и телевизионная антенна другая, то есть вы знаете так называемые усы, в телевизионной приставке антенны длинные, выдвигающиеся. Сейчас, это был метровый диапазон, а сейчас будет дециметровый диапазон, это маленькие антенны, кругленькие, как правило, или со штырьками вперед. Это вот то, что нужно сейчас установить, заменять. Чтобы не остаться без телевидения. Но, как правило, сейчас они универсальны и с усами, и с кругляшком. Ну, ведь в магазинах, которые осуществляют продажу, я думаю, что консультанты смогут подсказать. Подскажут, правильно? Конечно, конечно. Все знают, весь округ подготовил. И давайте еще раз напомним, что если нужна какая-то информация, смотри цифру, заходите на этот сайт, смотрицифру.рф. Или по телефону 8800-101-301. Большое спасибо, Юрий Ильич. Ну что, дорогие друзья, я уверен, что мы с вами не должны остаться без телевидения, потому что мы с вами, друзья. Большое спасибо и до новых встреч. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok